Всем привет, друзья! Это канал Morgan Games. Мы продолжаем с вами прохождение Dark Souls и я тут только что нашел в этом вот дереве, где мы видели ништяк на грибах. Нашел путь к этому ништяку. Кажется, надо было пробежать вот так вот по этому стволу ко входу, как мы бежали ко входу. А потом вот тут есть какая-то выемка здесь. Надо туда только как-то прыгнуть аккуратно. Сейчас, тихо. Тихонько. Ну-ка. О! И вот тут вход, смотри. Видал? Я говорю, я если захочу, я все найду. Смотри, а тут у нас вот ништячок. И что тут у нас будет? Чудо-большой волшебный барьер. Что это за чудо такое? Чудо в перьях. Так. Большой волшебный барьер это у нас... Тихо. Вот. Ого, надо 24 веры. Нифига себе. Я такое не смогу колдовать. Чудо епископа Хавела по прозвищу Скала. Покрывает тело мощной волшебной защитной оболочкой. Хавела Скала, старый боевой товарищ повелителя Гвина, был заклятым врагом Ногова Сита. Он презирал магию и изобрел несколько способов противостоять ей. Типа барьером? А, наверное, барьер-то типа ограждает матмагией, скорее всего. Ну, да ладно. Мы в принципе не умеем таким пользоваться, потому что чудо у нас нихера не прокачано. Вера, точнее, нихера не прокачано. Ну, она непосредственно влияет на чудеса. Так. Я еще, кстати говоря, очеловечился, чтобы вторгнуться в мир за драконьей чешуей, но почему-то у меня не работает этот глаз. Почему-то я не могу его применить. Глаз дракона. О! Ниш не применяется почему-то. Почему он не используется, хер его знает. И еще я понял, что этот драконий камень, который нам дали, можно использовать вместо шлема. Скажем, вот убрать эту накидку, капюшон, и нацепить драконий камень, если он сюда занесся. Нет? Не занесся? Нет. А как же тогда сделать? Подожди. А как же тогда-то сделать? Говорили, что его используют вместо шапки. А ну. О! Смотри! Хе-хе! Хераси, я дракон. Так а дальше-то че? Э-э-э. Ну ладно. А че он должен делать-то? Какой эффект? Нифига непонятно. Напялить-то я напялил. Я так понимаю, он должен, типа, пламенем, как бы, изрыгать. Скорее всего. Но почему-то... Ну. Ну. Это удары, да. Это хрен тут нам поможет. Подожди, а. Кью. Нет. Кью не хочет. Ну, понятно, это вторец. Блин. Что ж тогда? Как же его использовать, этот камень-то? Ну, еще раз, где он? Ну, вот же. Дает голову дракона и драконье дыхание. Как же ж использовать, ну и... О! Нихера себе! А может, слышь, а может ты вот туда... Экипировать куда-то сюда? Вместо вот этой всякой поеботы? О, смотри! Тихо. Тихо теперь. А теперь... А теперь... Красава просто! Вообще, я тебе говорю! Вот это атака! Короче, я теперь дракон. Не отличишь хера, отличишь от настоящего дракона. Какие-то эти драконы странные. Больше похоже на... Грифона скорее, чем на дракона. Какой-то пушистый весь. Не знаю. Как будто перья с него растут. Так. Предлагаю. Предлагаю тогда... Сейчас мы насобирали почти уже души, нужные нам для отпущения грехов. Потому что все-таки мне как-то коробит немножко, что Сигмаер на нас нападает. Хотелось бы эту оплошность исправить. И у нас единственный наш самый последний способ. Если он не поможет, то вообще не поможет ничего. Исправить это, короче, пойти к этому клирику, который отпускает грехи. И попросить в него искупление. А потом вернуться снова в это... В чумной город. И посмотреть, будет ли Сигмаер на нас нападать. Потому что как-то вообще... Просто мы его тогда убьем, да и все. Это как-то очень будет обидно. Что так с нашим другом-то поступим. А ну и сюда. Ох, сучара, погодь. Что-то нифига не помогает этот огонь. Тупой огонь. Да постой. Идиота кусок. Нет. Тихо. Да пош... Эти моллюски, блин, вечно мне всю малину портили. Да иди ты, да иди ты, ты ж только что выпил-то, ну. На, скотина, на, скотина, на, скотина, на, скотина. Эй. Нагорю, скотина. Еще раз на, скотина. Все. Капец, только с моллюском-то промучатся. Уже давным-давно надо было их нормально научиться убивать. А мы до сих пор мудухаемся. А ну-ка иди ты сюда. На огонек. Поджарю твой зад. Бляха, это же не... Это же еще не то. Ну дурак ты что ли, ну... Ёшкин на трешки, ну иди отсюда. Уйди, уйди. Уйди, будь добр. Сука, пошел ты нафиг. За черепом надо спрятаться, за черепом. Тихо. Воп, падла. О, как вовремя-то поставил. Щит. Как вовремя-то защитился. На. Собака ты продажная. Оу, ёптать. Все, вали. Блин, не дали использовать этот драконий камень на нем. Так, ладно, короче, сейчас пока переместимся в храм огня. Хотя не знаю, зачем туда нам в храм огня. Может надо Сиглинде сказать, что твой папаша с ума сошел, нападает на нас. А чё бы и нет. Скажем, короче, Сиглинде, что у нас там с Сигмейром лажа получилось, если, конечно, она еще в храме. А если не в храме, то я тогда не знаю. Тогда пойдем в уезд нежити. По дороге еще наклепаем немножко себе душ. Чтобы нам вот реально хватило впритык на искупление. А потом уже будем искупаться. Искуплять, точнее. Искупаться совсем другое. Искупаться можно в озере, только мы постоянно там тонем. Это херово. Так. Вот наш костерок. Погнали туда в храм. Конечно, я бы сейчас повысил бы себе уровень, но... Коли же мы взялись искуплять свои грехи, то надо довести дело до конца. Блин, надо бы еще какие-нибудь оружие посоздавать из душ боссов. Но у меня, блин, так мало этих наших душ, что просто все уходит на повышение левела. Сиглинды нет. Так тогда и нет, и... Пошла она... Подальше. Так, а этот фрамт... Может его покормить пока? Давайте я за кадром покормлю пока фрамта. Немножко наклепаю себе еще душ. Может даже не придется никого убивать. А потом продолжим. Короче, фрамта мы пока покормили. Я ему скормил некоторые наши щиты, которые там совсем нам не всрались. Это щит Кадуцей, который мы кучу набирали еще в архивах герцога. Вот. Потом скормил ему ту накидку, капюшон девы. Костюм девы, который мы одевали, и потом в нем прострали. Короче, потому она мне не особо нужна. А за него, за этот комплект костюма девы, нам дали аж по косарю душ на каждый, короче, на капюшон, там на наручи, на поножи и на платьюшко. Теперь, короче, можно перенестись. Я забыл, короче, что надо же положить душу этого, ногового сита на алтарь. Чем мы сейчас и займемся. А прикольный такой в облике дракона. Голова дракония такая. Ржака. Теперь, короче, я играю за дракона. После этого, вот когда мы положим душу на алтарь, пойдем тогда в уезд нежити, уже наконец-то отпустим наши грехи. Точнее, нам их отпустят. Нам уже душ просто по заре с головой хватит на это дело. Можно не паниковать. Но если и тогда ничего не получится с Сигмойером, то уж извиняйте тогда, не знаю. Будем надеяться, что в следующей локации он окажется не таким враждебным, как я уже говорил. Так. Да полегче. Я же тебе не какой-то там мешок. Фрамтище. Так. Душа. Давай-ка ложи свою душу. Точнее, душу сита. Много уровень усилить, усилить. Это, короче, то же самое, что у костра. Поднести душ и великая чаша. Ну-ка давай. Все, да. У вас нет великих душ для подношения. Походу, пламя разгорелось чуть больше, чем было. Мне кажется так. Ход реально. Блин, ну просто капец. Надо... На превьюшку реально надо. Улица Сезам отдыхает. Серьезно тебе говорю. Особенно учитывая рожу Фрамта. Так. Все. Неси меня обратно, давай. Да давай, уже понес. Перенестись. Конечно. Are you ready? Я всегда спокоен. Хопа. И Фрамт перенес нас прямо в уезд нежити. На самом деле, я, короче, за кадром сюда перенесся. Но представим, что Фрамт настолько длинный, что дотянулся аж сюда. Так, ребятки. Я просто хочу проверить на этих чмырях, на обычных бомжах, свой драконий огонь. Ух, падла. Смотри, одного спалил. Ну, одного это мало. Хочу еще. Ай. О, красавчик. Но все равно маловато. Это пламя, я знаю, что оно усиливается. Его можно усилить, но для этого надо нашему пресносущему дракону подносить драконью чешую, которую надо отжимать у других игроков. Но почему-то я не могу никак никому вот просто попасть в мир. Не могу вторгнуться. Не знаю, почему нас не пускают. Что-то все как-то совсем не продумано. Почему так? Я же даже человек. Я же человекился. Все нормально, ребята. Почему? Вот глаз дракона нафиг. Почему? О! Может, надо было просто напялить голову дракона только тогда? Проверить ищущий... Че? Проверить ищущий чешую глаз дракона. Проверить. Отменить. Не надо чего отменять. Пускай ищет. Тут же обычно ходят люди-то, да? Тут же обычно путешествуют. Ну-ка. Сильно далеко, я думаю, я не отойду. Тут же рядом совсем этот чувак, который отпускает грехи. Вот где-то здесь. По пути к Гаргулье. А, не, так он далековато. Он, походу... Он, походу, на той стороне крыши. Точно, 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 точно. Блин. Знак призыва-то пропал. Пропал, потому как... Мы отошли далековато. Давай его тут поставим пока. Еще разик. А че? А тут нельзя. Какого хрена нельзя? Еще не везде, смотри. Не везде еще можно ставить, рисовать. Какой требовательный этот знак призыва-то. Ну, подожди. Ну, давай здесь нарисуем его. Это, походу, надо, чтобы кто-то оттуда, с той стороны, видимо, откликнулся. Еще нажал на этот знак. Только тогда я смогу вторгнуться. А так, видимо, хрен я смогу. А какой дурак будет нажимать на глаз, чтобы к тебе пришел гопник и отжал у тебя глаз... Эм, тьфу. Драконью чешую. Блин, сука, и тут пропала. Видимо, короче, вот арена с боссом просто у нас... Ну, с бывшим боссом, который тут был. Блокирует просто этот знак призыва. Значит, пока давайте, пока мы там отпускаем грехи, пока мы тут тусуемся возле этого чмыря, который нам их отпускает, давайте пока тут поставим знак, мало ли, может, нас кто-то призовет. А тут нельзя. Ну и пошли вы туда. Ребята, чего мне с вами? Муж ссорится, мурыжится. О, дай я обниму, чувак. Я тоже рад тебя видеть. Давненько не виделись, ты чего? Хорошие новости. Я рад тебе помочь. Похвально твоя устремленность к греху. Да ты чё, серьёзно? А чё там у тебя, кстати, можно купить, покинуть орден? Смотри, покинуть орден, а чё это за орден покинуть? Не хочу ничего покидать. Камень очищения. Книга виновных. Кармическая справедливость. Это чё? Чудо черноволосой ведьмы-велки. Временно отражает сильный урон. Каждый грех влечёт за собой расплату. Богиня-велка взвешивает грехи и отмеряет наказание. Короче, взвешивает, отмеряет, продаёт, как продавщица какая-то. Талисман-велки. Херня. Кольцо кровавого укуса. Это у нас от кровотечения. А это жертвенное кольцо, которое ломается. Давай уже то, зачем пришли. Отпущение, давай. Тридцать пять косарей, пятьсот. О! Батюшка, святой отец, я прошу у вас отпущения грехов, ибо грешен я был. Ибо напал я на друга своего. Потупился мой клинок, а его пузо. Если свершишься преступление, возвращайся ко мне. Нет такого греха, который я не смог бы отпустить. Подстёбывает меня. Ещё и похихикивает там. Ладно, похихикивай дальше. Блин, а как же нам-то ж... Вторгнуться к кому-то, ну. Это надо, короче, возле... Как обычно, возле этого глаза просто стоять, мусолиться. Тереться, просто с ноги на ногу переминаться. Вот. Только тогда, короче... Возможно, там, через час, через два, может, следующим утром нас кто-то вызовет. Это фигня, это совсем же плохо. Всё. Ладно. Давайте за кадром я доберусь уже, наконец-то, до Сигмаэра, чтобы мы тут не бегали, не... Не... Матывали километражи, так сказать. Вот. И потом уже посмотрим, будет ли он на нас реагировать или же будет опять спать. Да, блин, походу, реально сработало. Чуваки. Смотри, Сигмаэр снова сложил руки и не реагирует на нас. Охреть. Я, короче, реально... Блин, благодарен реально тому чуваку, который посоветовал. Наш зритель-подписчик с ником Гомер Симпсон. Спасибо тебе большое. Вот просто вообще лайки все твои. Так, Сигмаэр, давай. Чё-то ты мне должен был сказать, чего ты мне не сказал и сразу напал-то. Ну, давай. Ой, прошу меня простить. Я так глубоко задумался, что ушел в себя. Как видишь, я попал в непростую ситуацию. Я проделал долгий путь, но мне не хватит мха противоядия на дорогу домой. Клянусь честью рыцаря, мне стыдно просить. А нет ли у тебя про запас немного мха? Да ты чё, у меня их дохерена просто, дохерище. На, забирай. Хоть весь. Невероятно. Спасибо тебе. Мне послали тебя, небеса. Рыцарь Скатарины выражает свою благодарность. Я этого не забуду. Пожалуйста, возьми это в знак моей признательности. Чё? Пронзающий щит свой дал? Нифига себе. Да, похоже, что наши судьбы тесно переплетены. Возможно, это тоже воля повелителя Гвина. Может и так. Чувак, хрен тебя знает. А может ты просто языком чешешь? Ядовитый топ, как зыбучие пески. Ну-ну. Такие есть чувак. Ядовитый топ, как зыбучие пески. Блин! Я всё ещё реально не нарадуюсь, что хотя бы его мы оставим в живых. Потому что, блин, Лаверентий сдох. Тот чувак, который нам советы давал, сдох. Да все дохнут, блин, когда с нами повидаются. Стоит кому-то с нами познакомиться, потом обязательно мы этого кого-то убьём. Он станет полый и нам придётся оборвать его существование земное. Ну, хоть, блин, Сигма-Эра спасли. Хоть Сигма-Эра, сюжетная линия ещё продлится. И куда-то она там дойдёт. Не знаю пока куда, но... Будем продвигаться потихоньку и будем смотреть. Будем изучать. В общем, спасибо, ребята, да, что советовали мне, короче, посмотреть и заглянуть к этому отпускателю грехов, к этому клирику. Потому что сам бы я, честно говоря, не додумался бы. Я бы думал, что всё, пропался этот Сигма-Эр. Всё, остаётся только надеяться, что, возможно, при следующей встрече, как я говорил, он нас не нападёт. Но, короче, оказалось всё намного легче и проще. Теперь я буду в курсе. Так, за кадром. Давайте за кадром я доберусь, наконец, уже до Зари из Алла-Чилля. И потом уже пойдём мы в ДЛЦ. В этой серии мы начнём, в следующей серии продолжим. Оставайтесь с нами. Так, мы на месте у озера Тёмных Корней. Где-то здесь находится знак призыва Зари. Собственно, нашей Зари из Алла-Чилля. Где это Заря? Алло? Ты же где-то здесь-то призывалась. Погоди, у этого камня была. А чё теперь тебя тут нет? А это кто? Это может, это Заря? Нет, это ж какой-то мудак. Он, походу, и раньше там лежал. А, стоп, а где ж тогда знак? А знака-то теперь тут нет. Как же теперь-то так? Может, нам теперь как бы... Мы нашли ту самую подвеску из Алла-Чилля, правильно? Теперь нам, скорее всего, с этой самой подвеской надо фигачить туда, где был Голем. И, возможно, там откроется портал. В локацию ДЛЦ. Может, даже там уже Заря туда перекочевала, переехала. Взяла, короче, свои шмотки, все собрала сумки. Взяла провизию и перешла туда. В 20 шагах от своего прежнего места обитания поселилась. Так. Давай, пошел уже. Что ты такой медленный-то? Дракон. Голова тебе там не отдавливает, ничего не жмет, нигде. Все нормально. Так. Что у нас тут? Так, подожди. Азари нету. Опять. Может, я где-то что-то пропустил там? Может, какой-то там знак все-таки был, а я провтыкал. Но он, по-моему, был возле камня. Ладно, неважно. Вот у нас портал. Сейчас проверим. Блин, не научила тебя в детстве, мама? Ух, нифига. Что, руки совать не надо, куда попало. Ни хера себе. Куда это нас забрали-то? В священный сад. Нас забрали в священный сад. И сразу костер, да, здесь? Как назад теперь со священного сада вернуться? Вы что? Разжечь. Костер зажжен. Отдохнуть. А, ну можно перевезти, сотри. Можно прямо куда хочешь. А священный сад интересно добавится? Или вместо быстрого перемещения, или нет? Вот что мне интересно бы знать. Давайте-ка убьем одну человечность и разожжем этот костер. На один уровень больше. На всякие пожарные. Так, и теперь погнали посмотрим, что же это за сад. И кто в этом саду обитает. Реально похожая локация на сад темных корней. Странно. Туман уже сразу же, сотри. Что за туман? Страж-святилище. Какой страж? Ни хера. Это кто? Это Монтикора. Ух ты. Ты предупреждаешь, что ты молнией будешь бить. Оу. Жесть. Твою мать. Я же даже ничего не успел. Ты что? Ты прикололся, страж-святилище? Ты кто будешь? Ты из какого района? Твою она. Ёптыть. Так, погоди. Если она фигачит в молнии, значит надо вот этот щит брать. Птичий щит, короче. Против молнии он хорошо помогает. А к чему ты тогда будешь уязвима? Монтикора. Или кто ты? Так, ладно. Ща будем петлять. Как-то же надо петлять, правильно? Страж-святилище. Оу. Тихо, осторожно. Спокойно, страж. Иди ты. Иди ты. Иди знаешь, куда. Шел нафиг. Да хоть раз тебя можно ударить, нет? Блёхо. Что это такое? О, разок сняли, что-то. Что-то мы тебе разок сняли. Да вот это вот атака самая мощная. Ты что, в экран-то лезешь? Иди отсюда. В экран своей рожей лист? Нифига себе, смотри, красавчик. Блин. Получается, когда он начинает вот это вот набирать воздух, потом топать, когда волны на тебя гонит. Он сбивает тебе всю броню и потом сразу тебя рогами таранит. Надо вот от этой атаки сразу уворачиваться. Куда-то бежать, надо в другой конец локации. Иначе хана нам сразу будет. Вот это нифига себе сразу такой босс. Подожди, а где моя голова дракона? Где моя голова? Иди ты! Молнион фигач. Что ты там творишь? Что это за босс? Я ему постоянно успеваю только раз один ударить и всё. Больше просто не успеваю. Да отвались! Ай, блядь! Сколько он сразу сносит-то? Птенчик! Ты как бы это, потише. О, блядь, погодь! Давай, давай! На! На! Идит со своим хвостом. О, она травмится. Это реально мантикора. Она хвостом травит. Вон, пошёл. Блин, да не успел даже ударить. Супер. Молнии гасит. Ты-то, наверное, один из самых сложных боссов. Это босс басяцкий. Я че говорю? Ай, блядь! Супер. Да ты чё творишь-то? Иди вон. О, вот это не надо, это атакует. Это ты пошёл нафиг сразу. Да уйди вон, дай выпить. Сразу же снял всё нафиг. Отскочи! Спокойно. Хорошо хоть у меня фляги с эстусом-то. Куча фляг с эстусом-то. Иначе было просто жесть. Да скотинок ты меня достал. Пошёл ты! Не, ну как с ним сражаться? Я не знаю. Серьёзно тебе говорю. Опасно. А меня ж предупреждали. Мне ж говорили, что пойдёшь в ДЛЦ, там ещё хуже жопина будет, чем вообще, чем вообще, где бы ты только не был. Там совсем жопина тебя ожидает. О, я не слушал. Вот тебе, пожалуйста, жопина. Меч Нита, ты сейчас будешь мне помогать. Надо твоя помощь срочно. Погоди, так давай капюшон тогда оденем. Если голова дракона тут и нафига нам не в задницу, так давай тогда рваный матёрчатый капюшон и хорош. А потом, если этот шмот нам не поможет, оденем этот самый шмот Хавелла. Пошли. Смотри, какая зараза-то, а. Смотри ж, мать твою, какая... Мантикора. Вот это не надо сейчас делать. Давай, бей. Отрави, отрави. Отрави эту суку. А смотри, а меч Нита-то как сразу... Блин, меч Нита, конечно, сразу забирает, но... Ты же видишь? Подачи какие. Тут надо... Да где ты жопу отвернула? Я не хочу на неё смотреть. Короче, тут надо... Просто, чтобы больше было защиты, поставить себе сет Хавелла и не мучаться, реально. Потому как иначе тут я выхода другого просто не вижу и не ощущаю. Шлем Хавелла, нафиг. Доспех Хавелла. Дальше. Наручи Хавелла туда же. Понажи Хавелла туда же. И поставить кольцо. Вместо крита поставить... Где же оно было? Во. Тоже защита от физурона будет шикарная. Конечно, я... Блять, так я ж... А! Я теперь неповоротлив. Почему неповоротлив? Потому что надо что-то убрать. Вот так, например. Да? Теперь уже более поворотлив. Так. Хавелл, не подкачай. Сейчас самое главное просто святочки ударов пролепить. Нормально жопу ей нашинковать этой мантикори и все будет хорошо. Мы смогем. Но ты реально очень непредсказуемый босс. Это один из самых непредсказуемых боссов. Верно. Во всей... Ай... Во всей игре. Я тебе отвечаю, серьезно. Это очень сложный босс. Конечно, вырулить-то с ним можно. Если я осторожно. У меня даже с ним... С этом Хавелла нихера не выходит. Нафиг пошел. Нафиг иди. Будь так добр. Блин. Боли. Задолбал. Пей. Быстро пей. Ну давай. Че ты там тупишь? Да блин. Ни разу не попал по ним. Ни разу. Котяра, ты че? Сдурел совсем что ли? Тихо. Сюда иди-ка лучше. Говно ты. Да блин. Да дай хоть ударю. Хоть немного тебя ударить можно, нет? Да погодь. Тихонько. Тихонько. Тихонько, тихонько, тихонько. Давай, бляха. Ты че ты тупишь-то? Так сильно тупишь, что просто вообще вот... Просто вот вообще. Давай! Молодцы, молодцы. Тихонько. Тихонько. Спокуха. А? Понял, что жопа подкрадывается к тебе? Понял, сволота, что жопа к тебе подкрадывается, нет? Еще не понял? Так я сейчас тебе помогу понять. Я тебе, сука, быстро помогу понять. Тихо. На, сука, на, сука, на, сука. На, говорю. Блядь, блядь. Да ёпка. Ну ты пидал? Ну почти же убили. Ну как, кого из нас еще убили? Так. Давайте соберемся. Дадим ему реально просраться, потому что он уже затолбал. Вот реально уже... Это не босс, это я не знаю что. Это понос. Вон, иди. Ай, зараза. На. Как тебе такое? Сволота проклятая. И сюда, говорю. На, говорю. Тихо, 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 тихо. Спокуха. Ааа. На. На, говорю. Блин, осторожно. Ой, херня. Ой, херня, ребята. Пей. Надо было пить. Чувак, надо было сразу пить. Хорош, 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 хорош. Спокойно, спокойно. Самое главное не поддаваться. А мы и так не поддаемся. Бляха, тихо. Задолбал ты с вами молниями кидаться. И сюда давай. Давай, под хвост, под хвост. Сука, не получилось. Осторожно, аккуратно. На-ка. На-ка, на-ка. На-ка тебе в сраку. Тихо. Аккуратненько. Аккуратненько. Сколько уже фляг я потратил-то на этого босса? Просто, мать его, кучу фляг на тебе в жопу. О, сука, отошел. Иди ты знаешь куда. Своими тупыми атаками. Задрал. Уберись. Да что мне с ним делать-то, ну? Все, давай. Надо его уже петлять. Зараза, а. На, говорю. Я говорю на... Сука, на! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Бля, наконец-то. Душа стража, смотри. Страж, сука, ни хера себе страж. И одна человечность всего лишь. Еще прикололись. А душ сколько? 30 косарей? Так что за эти 30 косарей? Даже уровня не повыше у себя, ребята. Я, блин, манался с ним. Один из самых сложных боссов, а мне за него дают 30 косарей сраных душ. Падлы. Просто твари, вот нечего сказать. Просто твари. Я отсюда пришел, нет? Откуда я там вообще нахрен пришел? Что это за место? Нет, смотри. Светилище Алла Чиля. Ну хорошо, здрасте, светилище. Короче, в светилище, вон там еще костер есть. Пошли его тогда разожжем. Там вон какой-то грибочек стоит. Странно. А что ты не нападаешь на меня, грибочек? Какие-то разные статуи непонятные. Без рук, без ног, короче. Ладно, давайте разожжем костер. Сядем у него. Сохранимся здесь. И в следующей серии будем осматривать это светилище, которое охранял страж, который так упорно не хотел, чтобы мы сюда пробрались. А пока что оставайтесь с нами. С вами был Морган. Всем удачи, до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»